ну вот ребятушки колесо обозрения и здесь проходила формула сочи хорошо вот это место зеленый смотри какие на пальме посмотрите цветочки красиво радуга у ребята вот еще и радугу мы застали уникально уникальный кадр всем привет ребята сегодня отправляемся от центрального сочи до олимпийского парка вот там виднеется у нас ржд вокзал идем туда там нас ожидает ласточка четвертый путь как идем сейчас вот и сядем до американская бухты по-моему да где короче американского курорта дороге проходила какой нам путь нужен 4 итак друзья мы отсюда отправляемся на ласточки отсюда собственно говоря также мы отправлялись в роза хутор это один из самых удобных способов добраться либо на машине ну или автобусом обошлось нам это 155 рублей с человека итак друзья прибыли мы сюда олимпийский парк это огромная территория которую видишь сразу как только выходишь с вокзала американского курорта это прям другой городок где чувствуется атмосфера олимпийских игр и дух чемпионов удивительно но многие люди даже не знают о существовании американского курорта а ведь именно здесь проходили олимпийские игры чемпионат мира по футболу и гран-при формула-1 представляете какие это масштабы площадь олимпийского парка огромная 264 гектара от олимпийских сооружений захватывает дух обязательно нужно зайти в олимпийский парк и посмотреть на олимпийские объекты на стадион фишт ледовый дворец ранее сюда я уже приезжал в 2014 году и сейчас как раз посмотрим какие произошли изменения за вот эти несколько лет но раньше не хватало как бы зелени но вот эти пальмочки они были и в то время не хотелось бы конечно говорить о плюсах и минусах этого места самый главный недостаток на мой взгляд это отсутствие зелени вернее она есть но именно вот в этом месте она сильно сконцентрирована а в остальном парке и и гораздо гораздо в меньшем количестве это особенно сильно ощущается в жару потому что не скрыться от солнца под память как это можно сделать центральном сочи второй минус это навязчивый сервис предложением доехать на электромобиле конечно это плюс для тех кто не хочет идти пешком стоимость проезда вам обойдется 150 рублей с человека но нам как-то повезло в этом плане поэтому нас довезли абсолютно бесплатно благодаря вот этому человеку но можно также взять велосипед на прокат благо этого добра здесь хватает практически на каждом шагу но вот как я вот брал допустим 2014 году ездил часа три-четыре по всему парку очень замечательно помимо олимпийских объектов и меритинке есть отличный пляж именно его мы отнесли к плюсам потому что в отличие от сочи здесь нет волнорезов и очень красивое море бирюзового цвета обязательно берите с собой купальник всякие купальные принадлежности конечно это не единственный плюс на набережной есть также велосипедная дорожка которая длится до шесть с половиной километров как мы нам сказали примерно до абхазской границы еще один немаловажный момент имеется бесплатный туалет это особенно интересно наверно скорее всего с детьми побывать сочи парке это такой парк аттракционов раньше будет здесь не было вот они как за вы сделали не так давно а может уже и давно еще один немаловажный момент на набережной имеется бесплатный туалета что особенно порадовало олимпийский парк а здесь мы собственно говоря проходим стадион фиш где проходила открытие олимпиады с таким вот как многие помнят грандиозным шоу но еще один минус я бы хотел бы назвать это сами объекты закрыты для посещения туристов и вот ребята перед нами открывается такой вид олимпийской площади чаши олимпийского огня там у нас виднеется какие-то тут забивака и этот талисман олимпийский короче это зайчик там работает вот доска почета тут все участники игр олимпийских уважаем и гости олимпийских юрий лепницкая плющенко фигурное катание чемпион страна чемпион игр здесь у нас зайчик вот этот олимпийский они бесплатно фотографируются за деньги 200 рублей фото стоит понятно я думаю тут бесплатная услуга бесплатно у нас только сыром и шелок тут очень огромная территория можно бродить целый день вечером устраивается грандиозное зрелище прямо у олимпийского огня поющие фонтаны вот ребятушки колесо обозрения и здесь проходила формула сочи хорошо вот это место озеленили очень прям радует глаз еще бы это сделали бы везде бы так вот цветочки смотри какие на пальме посмотрите цветочки красиво радуга у ребята вот еще и радугу мы застали уникальный уникальный кадр поймали ради что такое фестиваль это студентам какой-то новогодняя ночь в олимпийском парке не хочешь новогоднюю ночь провести в олимпийском парке да мы опаздываем короче на свою ласточку и как ее называть ласточка или ворона блин какая там трен я ворона я ворона да 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 все возвращение наконец-то мы идем на вокзал на вокзал ну наверно слышимость не будет на что микрофон закрыт не знаю мы мы приехали чтобы победить короче ребята смотрели олимпийский парк прикольная конечно можно было бы будешь походить но да но у нас что-то вы решили домой домой сролить подустали уже да да много нужно ходить и покатались и походили просто искупались там и меркельской бухте хорошая хорошая водичка сзади чистейшие очень пара 2 нет ну и на этом подведем итоги короче основным минусом я считаю то что здесь все-таки галька по которой в море очень трудно заходить без специальной обуви в любом возрасте ну а так это большой плюс конечно то что и нету волнорезов вода чистейшая что касается зелени на олимпийской набережной ее практически нет но вдалеке красиво конечно горы до из реки попадается пальма но все это как-то немного лысовато и очень много асфальта бетона в общем-то как-то и по мне не очень так что лучше сюда приезжать но только не в жару чтобы как-то более-менее себя чувствовать по крайней мере нам в этом плане повезло мы попали под дождь что касается цен что конечно же не скажу что бюджетно скорее всего как везде в сочи столовую конечно можно найти дешево покушать там где-то средний счет вам водится рублей в 500 за двоих ну вывод такой короче съездите однозначно стоит интересно достаточно но делать это ежегодным местом как бы сюда ездить отдыхать я бы не стал вот когда будет больше зелени возможно будущем то обязательно надо приезжать в жару это как-то неуютно и нет электричка которая едет на мамайку мы вышли в сочи ласточка продолжает свой путь как москве а на этом друзья заканчиваем свой маленький такой видео репортаж всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал кому будет полная интересная версия смотрите на канале следуя за нами путешествие с нами ссылка будет в описании реже море я буду заснула можно остаться до утра волны убаюкивает но очень хорошо